Привет! Все, давай в эфир выйдем. А, уже вышло. Кого-то бы мы на тетер сидим, знаешь, что ты у меня берешь тетер из студии. Вот так ему выйдет. У нас не получится вдвоем выйти, только если... Нет, сядем, нужно подняться. А-а-а. Мы смотрим скандал, молодцы. Можно я покажу, как я жарил? Кого? Своите. Своите кого? Вечерние стейки. Все какие симпатичные. Ты будешь? Блин, как ты так резко переключаешь, вот что значит мужчина с аппаратом? Я тут красиво ракурсы настраиваю по два часа, а ты берешь и резко включаешь на мой прыщ какой-нибудь. У меня это всегда красивое. Ты можешь убрать из моего салата свой телефон? Не знаю, как салата. Вкусняшки. Я на ПП, поэтому мне особо нельзя. Кать, привет. Вот ты ржешь, да, представишь, мой муженечек. Гриль-борг круче. А у нас не борг, что ли? У нас тефаль. У нас тефаль, ночной дожор. Я не буду есть. Салатик вкусненький. Вот мой муж пьет кока-кола зиро, думаю, что если ты пьешь зиро, значит ты не поправишься. Вот напишите ему, как вредно это пить. Кока-кола зиро. Чудесно не бывает. Гриль вреден при ПП. Кто напишет? Гриль не вреден при ПП. Вредно, что сейчас 12 часов ночи и кушать ночью вредно. Но так вообще нет. Хрень. Это он, наверное, проколов. Хрень проколов? Я тебя только что спас. Мы тоже ее пьем. Тебя еще не заблокировали. Тебя еще не заблокировали, а я тебя спас. Мы тоже пьем колу. Видишь, у меня уже мускулы видны. Зиро-кола можно, мне даже тренер разрешает. Разрешает. Красавчик. Какие-то боты пишут, мне кажется. Да, если писали, что вредно, ты говорила, что это люди. Я считаю, что вредно. Нельзя колу зиро. Все у нас тут, видите, полное ПП. Не пей. У нас тут самый вкусный салат на свете. Колу хорошо унитазы чистить. Заблокируй его. Это точно. Заблокируй этого дурна. Ты ее уже оставила. Вы каждый раз будете меня в своих эфирах дразнить. То курица, то кола и сплошной сахар. Ну, реально, кола зиро, мне кажется, нельзя пить. По крайней мере, это как... Артур, если ты смотришь этот эфир, уходи из спортзала. Артур, а я сейчас скажу тебе, кто смотрит этот эфир. Пушкина с космосом в разных комнатах смотрит. Мариночка. В засаде сидит. Марин, ты там в прачке на главный вопрос не ответила. Есть ли жизнь на Марсе? Насчет пятницы. А чего вы пятница? Куда собрались? Только что я тебе говорила. Че говорила? Что мы с пятницы идем на девичник. Что? Только что я тебе здесь говорила, хватит обманывать. Откуда ты знаешь про разные комнаты? Вот Пушкин. Выключи эфирку, сейчас выясним. Убери нож. Сашкин ржет. Катя, вот так всегда, понимаешь, этот человек поступает. Посмотрите на его лицо. Вот так всегда. Девушки, а вы часто своим мужикам говорите, я тебе говорила, а на самом деле не говорили? Девушки, вот часто вы своим мужьям говорите что-то, они мимо ушей пропускают, а потом в день, когда у тебя это событие, он говорит, я не знал, я не знал, ты мне такое не говорила. Я тебе это говорила первый раз, когда мы ехали в машине за мрамором, четыре дня назад. Потом я тебе сейчас сказала час назад и сейчас говорю. Пацаны, кто в пятницу свободен, позвоните. Постоянно. Пусанем, парни. Нет, мы не можем тусоваться, ты не можешь, потому что мы в субботу всей семьей едем за город. Пацаны, звоните, я в пятницу свободен. Привет, Марин. Марин, ты не ответила на головной вопрос. Ты мне тоже не говорила, это коронное во всех семьях. Ну вот вообще, реально. ормально. Ты не говорила. Они потому что нас не слушают, девочки, понимаете, они всегда мимо ушей пропускают, все что мы им говорим, потому что им это не важно. Вот если бы вы говорили что-нибудь про Хаммер, например, или если бы говорили что-нибудь про квадроциклы, или если бы вы говорили что-нибудь про то, что вы должны погладить им рубашку, понимаете, то это они очень внимательно слушают вот воротничок отгладить вот это не очень а когда вы не говорите что-то важное для вас им это вообще неважно не никогда это не слушают никогда он сидит пролитые диски да то теперь такой должен рассказать и начинает мне рассказывать про какую фару от хаммера который только что вышел от какой-то модели что она такая крутая это фара а вы ее недавно привезли он два часа с этой фары рассматривала ее к кольцо граф привезли короче эти мужики вообще девочки сохрани эфир пожалуйста а я сохраняю мужики живите женщины и проблемы что плохого женщины потом по нам не войти кто правом по вам будет выйти что ровно кто правом а вы как будете жить без женщин расскажите мне пожалуйста все носками порастете мы себе клонируем да не знаю какая вас веселая жизнь прожить рабынь и чего хорошо если мы будем жить женщина будете жить мужчинами нет пучок гонишь а как тогда извините с роботами роботы тоже мужики с роботами женщинами который не отличишь на может ли робот на тебя создали в будущем сюда прислали и кто за вами будет убираться готовить вас так как вы никто пацана и он космос за чтобы пацанами семьями организовать пушкина ты совсем уже измучила что он уже готов пацанами жизнь предатели кто влача не едет какой фирма крестик граф обожаю вашу семью где дети все когда еще в сочи прежде не знаю прическа классно все же не спорьте они без вас не смогут ты конечно не смогут что тут спорить на дуга уж с мужем все будете делать женщин да ну сначала пару лет отдохнем так потом кто будет детей рожать потом вас назад позовем кто вам будет детей рожать вы сами что ли будете рожать потом вас назад позовем 9 месяцев походите беременными с токсикозами с растяжками да мы придумаем умные а чего придумать как-то вы детей вы делали роботы кто вам будет заботу ласку друг друга будете гладить пощадь и нет нас клонируем рыбалка охота да много дел о рыбалка охота но и все расклады мы вас клонируем я возьму себя днк себе такую же сделаете она марс отправлю и буду с такой же жить только я сам буду и в голове программы стоит который надо вот она пылает леха рыбалка охотно и чего съездишь ты на рыбалку на ходу как бы космос ты по краю ходишь по дела понял космос это тебе сейчас еще к жене спать и сейчас ты получишь люлей рыбалка охоты ну съездите на рыбалку на фото дальше чтобы лезвие бритвы ходят чего-то хоть пишите казачник велики реально сочиняется мы можем отключить сразу вам с мужем охота поговорить мы с вами интересно как можете пойти спать и жесткая о сашка пишет скотч будем петь песню робот 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 я тебя люблю мы как хотели что кушаешь да вот женщин рот не закрывается за столом радуйтесь что рот не закрывается мне вообще кажется женская доля самая сложная приготовить и приготовить убили постирай ублажи детей ради ничего себе а мужики знаете чем прикрывается быть нет ну если война мы же на войну пойдем как они ну а нам каждый бриться тоже как бы проблему реальный петрушка а нам как бы не бриться да хорошо лазер придумали ну хватит вы нас бритвами не испугаете израильская армия вот именно все ржут вот пробриться лазер спасает щетину это точно ребят женщины если бы вы были если бы мужчины женщины так мозг ели да ничего не позволяйте куст перед сном слышишь вот так сделаешь и запросы не кидали выключить запросы и все ребят мужчинам тяжелее всех запомните это раз и навсегда вот почему сейчас сядь и объясни почему вам мужчинам сложно сложновато нам вот кто вам скажет у вас петрушка на зубах вот она с этой стороны ну давай без женщин рассказывать свою жизнь без женщин голова отдыхать начнет так дальше мы большую область бреем это сейчас что мужчина или женщина там еще про бреем в твоем телефоне пузо какое смотри почему не знаю я телефон пузо увеличивает вот до человека пояснишь пишут у кого что болит тот о том и говори да вы бы видели себя с температурой для мужика 37 5 для женщины 40 а вот правда да скажите ты знаешь что когда женщина рожает она испытывает ту же боль а когда у мужчины 37 нет к 1 в 1 тоже самое что последняя стадия рака у людей представляешь какую боль женщина испытongo когда женщина рожает она испытывает такое же боль когда мужчина еще каждый месяц женщины испытывают боль когда женщины рожает она испытывает еще гормоны а еще там не трилогу так как д Когда женщина рожает, она испытывает такую же боль, когда мужчина 37,5 температура. Один в один. Слушайте, реально, женщина с 39 температурой может на работу пойти, а мужики при 36,9 уже умирают. Это еще раз доказывает то, что я только что сказал. Как сгореть заживо. Мужа 37,2, я почти вдова. Прикольно написали. Кошмар, я вспомнила род. 20 переломов в одно время, вот что он испытывает во время рода. Ну, когда рожает, такую же боль, как у мужчины 37. Ну, вот стакан поставим. А еще ПМС, это вообще же скач. Да ужас, бедные мужики. ПМС, пистолет Макарова современный? Да, да, да. ПМС-то что, пистолет Макарова? Конечно. А еще после родоводи произнести, что я колу выпила. Да ладно, вас обезболивают давно. Слышишь, космос нас обезболивает? Нас обезболивает, во-первых, не сразу, во-вторых, токсикоз никто не обезболивает, во-вторых, многим женщинам нельзя обезболиваться. Между прочим, рожают они на живую. Это легко. Поэтому не надо рассказывать. Выкрынула и все. Бабы мощь. Я сам видел лично, я там был. А еще женщины... Пала спала, проснулась, родила и дальше спала. А женщины еще выносливее, чем мужчины. Между прочим, это доказано. Все, теперь сумки ты носишь. Нет. Да. Че это? Выносливее. Не, ну, женщины реально выносливее. Мужики, женщины, вот когда гонка героев идет, женщины больше могут... Че-то я забыла, мужики могут что-то одно больше, а женщины другое. На беговых, да. На беговых дорожках что-то? Женщины больше больше, а мужчины любить. Ааа, да ладно. Да. Мужики, короче, слабый пол. Женщина сила. Дак-дак-гудак. Если у женщины сила, теперь банки открываешь ты. Блин, я банки никогда не могу открыть. Вообще, это для меня целая проблема. И развиваются девочки раньше, это точно, и разговаривают раньше. Ровно до 10 класса, а потом так и остаются. То есть мы все на уровне 10 класса остались? Че же вас тогда мужики дурят? Обезболиваться от слова «учи русский». Обезболиваться от слова «учи русский язык». Не поняла. Это умные люди есть, которые правильно умеют писать. И все, что в жизни они умеют, это правильно писать по-русски. И как только у них представляется возможность это показать, они тут же это делают. Это особенно со мной. А, Кадон, привет. Ага, просто правда не хочешь замечать. Влад, напиши, что ты написал. Добрый вечер, друзья. Артур, у меня часы пикают, что ты из зала вышел. У тебя совесть есть? За 3 минуты до 12 ночи из зала выходишь, я даже не успеваю по калориям. А как правильно сказать, обезболивающие? Почему в Турции не показывают «дом-два»? Это к Эрдоганчику. Эрдоган не смотрит, наверное. Почему не показывают? Мы когда были в Турции, показывал «дом-два». Это и что про десяток классов. Я сегодня тебя победил, друг мой. Да, я видел. Ничего радостного. Вот меня, я написал, что ты врешь все, говоришь, что сказала, а сама не говорила. Эти женские штучки давно известны. В смысле? Это кто? Это Влад. Кадония. Это он заклинание написал? Говоришь, что сказала, а сама не говорила. Нет, мы так, женщины, не делаем. Это вы только мужчины так делаете. Да, нифига себе. Сережа и с Дашей как не общаемся? Общаемся, конечно. Неа, ну они дом в Турции, они квартиру в Турции купили, а теперь с многими не разговаривают. Кто тут сидит? О, сколько, ничего себе. Все наши. Да понятно, что обезболивать, господи, успокойтесь уже. Просто можно говорить обезболивающе, но мы так говорим, по крайней мере. Я и мой муж. Мой муж Даг. Я и мой муж Даг-Даг-Даг. Да, дети все спят. Мама поругала их вообще. Мама купила такой шарик классный. Дети рады. Зима не слушает ее. Всегда говорят, когда их слушают, потому что знают реакцию. А потом, ну я же говорила. Влад, не умничай. Надо тебе еще вести со мной проект. Ты знаешь, что я могу избить. Влада, не тронь. Я сама рожала два раза. Ксения, почему в эфире видно, что тебе диктуют в ухо, а Бузова говорит сама? В блок. Я все больше чуши вообще никогда не слышала. Все, Влад, смотри. Все, 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 Ксюха правая, Самый Лыч, ты мой хороший. Смотри, все ржут. После слова. Что мне в ухо говорят. Смотри, все ржут. Заметно, да, ребят, чтобы не в ухо диктуют, а Оля сама. Я по твоим эфирам все время жру. Мы вечером домой приходим. Я прихожу домой, хочу поесть. И Ксюха выходит в эфир. И получается, что я все время во всех эфирах твоих жру. А получается, во всех своих эфирах я тоже жру все время. Они мне все время пишут. Каждый раз, когда я из машины могу выйти, они говорят, ты что, не ешь? Удивительно, ты же все время ешь в эфира. До сих пор ржут над комментарием про это. Салатик долбануть хоть. Это Кобзон? Жириновский. А, это Кобзон. Вот, правильно говорит, гордиться нужно России. В Карелии не была. Обожаю эфир с тобой. Очень справедливо, всех на место ставишь. Спасибо. Я так часто это слышу. Мне на самом деле так приятно очень. Спасибо огромное. Кто-то вообще говорит, у тебя когда в эфире нет, мы типа не смотрим. Вообще. Мне прям очень приятно. У нас дома тоже за справедливостью она смотрит. Я сейчас, да, в эфире сижу, как раз под ухо разговариваю. Сейчас что-то вот батарейка садится, поэтому периодически, когда я зависаю, молчу, это значит, мне в ухо ничего не говорят. Ребята, имейте в виду. Так, если у вас больше ничего покушать нет, я пошел. Про шарика детей не договорила. Купила сегодня шарик-то в сториз видел. Очень классный, прикольный такой шарик. А Марс, Маруся, его лопнули. В общем, я теперь с ними не разговариваю. Не дети, а какие-то вообще. Дестрой просто. Все разрушают. Спасибо большое. Да лопнули они шар. Так обидно, мне было, не заплакало. Я выключу свет, а я вот этот включу. Там ты сидишь, темно. Темно, да, здесь. Тебе надо посветле сделать, поэтому свет включил. Видишь, лицо темное. У меня лицо темное, да, получается. Я их убила практически. Такой шарик был красивый. Ты за хвостовшую. Я буду в тени. Пойду тоже поем. Короче, мы... Я когда ругаюсь, это да. Не, ну так совсем темно. Бородуля фан-клуб. Привет, не вижу, что пишет. Как дела, все хорошо. Крутой сериал. Короче, крутой сериал. Не знаю, какой сериал смотреть. Говорят, миллиарды клевые. Но я еще не начала смотреть. Мне позвонила мама и сказала, что она посмотрела обалденный испанский сериал, который называется Trust. Trust? Доверие. С ним с мамой себя здорово. Представь, когда вам. Все как у нее, все хорошо. В августе готовится. Мне Ксюха писала, гостеприяли, да? Я еле держу, чтобы не пойти на кухню. Давайте, идите. Все на кухне. Все ешьте, будьте толстыми, а я буду держаться. Миллиарды классный сериал. Ну вот, миллиарды классный. Самый мой любимый сериал. Ой, кто это? Зижна. Сукерберг. Сукерберг, точно. Очень мне понравился сериал. Анатомия страсти. 14 сезон. Я сейчас досмотрела. Выходит новая серия каждую неделю. Какой-то реанимация новая, но я еще его не смотрела. Я сегодня на такой классный спектакль сходила. Всем советую вообще. Мы сегодня с Каринкой ходили в хат имени Чехова на малую сцену и смотрели Central Park West. Очень клевый спектакль вообще. А Пуш-то с Космосом притихли. Да выпендривался. Она пошла и в это, мочить. Они, по-моему, вышли, наверное, нет? Нет, Пуш здесь сидит, а Космосу все запрещено. Его спать отправили. На рыбалку он отправился. В общем, всем советую сходить в очень прикольную. Central Park West в хате имени Чехова. Мы вообще кроме мхата имени Чехова никуда не ходим. Нету мальчика от боя. Просыпаюсь в 10. Слушайте, ну скандал мне надоел. Я досмотрела до 7 сезона, она стала так высокомерно себя вести, стала меня раздражать уже, и все, и я... Ну, Зи, я ничего не слышу. Я не слышу, какие мне вопросы задают. Я себя не слышу. Что вот я рассказывала? Ты рассказывала, что тебе в скандале... Скандал, она меня раздражает. Крестик граф. Как живут. И все ржут теперь надо мной, что я старая кляча, все забываю. Что ты вопросов не слышишь? У вас есть еще проекты, кроме Дома-2 и перезагрузки? А вы считаете, что это мало, Дом-2 и перезагрузка? Вести на телевидении два проекта, это достаточно серьезная история, учитывая то, что Дом-2 идет каждый день, и я там работаю практически без выходных, кроме воскресенья, то... У тебя еще есть проект Иона, проект Маруся. У меня еще есть проект Дом, моя семья, помимо этого у меня есть Инстаграм, куча рекламных историй, плюс у меня есть салоны красоты, одежда моя Бен-Бенк, и ремонт, поэтому давайте вы не будете меня еще большими проектами загружать. Нет, президенты, я не пойду. А вы за меня голосовали? А то, смотрите, у меня же 10... 10,6 миллиона. Не, ну я бы на себя такую ответственность не взяла, ребят. Это очень тяжелая ответственность за страну, тем более, когда народ периодически недоволен, еще что-то, это все очень тяжело. Всем не угодишь. Вот все пишут, что проголосовали бы. Сколько лет попало? Уже и тысячи человек. Да ладно. Ну это военно-транспортный или пассажирский? Военно-транспортный. Да, шарик купила, такой прикольный, посмотрите в сторис, светящийся, на улице продавался. Насмотрелась на вас, белый маникюр, да, это круто. Ребят, ну, смотря с чем сравнивать, чем тут быть довольными. Во времена перестройки не хотите вернуться? Военный самолет, да, да, да. Полечу на отдых скоро. Нет, не курю. Привет из Грузии, он вас любит, он вас тоже очень любит. Шанти вообще ужас. Плохо себя ведет. Кому-ка так. Президент Ксюня. Ксюша, вам надо венчаться. Ребят, у меня муж мусульманин, как вы себе это представляете? Расскажите, пожалуйста. У Маруси было 7 лет, когда она пошла в школу. В июне нам исполняется 7, исполнилось 7, и в сентябре мы пошли в школу. Из Лямер пользуюсь сывороткой, кремом и лосьоном. В Киеве была, конечно, много раз. Как бросить курить? Забеременеть надо, и тогда бросьте. И потом, когда родить, не начинайте. Все же возьми животное из приюта. Ну, ребят, это ответственность колоссальная. Куда животных? Я и так не знаю, что теперь с этими животными в новом доме делать. Нет, я не принимала ислам. Ну, я просто отвечаю правду. Ну, я же не спорю ни с чем. Смотрела сериал «Карточный дом» испанский. Не очень люблю сериалы, но это прям крутой совет. Мы часто по телевизору смотрим новости. В основном, все, что мы смотрим по телевизору, это новости, и ТС смотрит мультики. Только новости мы смотрим. Ну, ТС смотрит мультики, еще смотрим «Голос». Ну, и «Дом-2», конечно, когда успеваем. Летим отдыхать, готово, да, да, да. Как уходить от отношений, когда очень привыкла к человеку? Прям не можешь. Ну, во-первых, зачем уходить, если не можешь? А если что-то случилось плохое и как бы не готовы с этим мириться, то надо переключаться головой. Что за вопрос? Как уйти от человека, если больно? Как пережить развод? Слушайте, ну, это все очень болезненные истории расставаний, разводы, но надо себя чем-то занимать, во что-то уходить с головой, полностью в это окунаться, переключаться, больше общаться, не замыкаться в себе, встречаться с близкими, с друзьями, возможно, что-то менять в жизни, переезжать. Хотя от себя не убежишь, но, тем не менее, лучше всего переключаться. Добрый Витель. вес 50. Совместный эфир с кем? А там Пушкин спит. Но мы сейчас не сможем с тобой совместный эфир, потому что ты это здесь. Что легко говорить, когда есть деньги? Мы, кстати, на руки вверх идем, Зи, 21-22-го? Да. А что? Надо позвонить, Сереге. Я позвоню. Передай, пожалуйста, Людмиле из Сочи привет. Ты хороший психолог, вот, надо открывать свою контору. Когда уйду с Дома 2, открою свою контору. С Кариной совместный эфир. Да, спасибо. Пойду-ка я есть. Я же говорю, мы ходячая реклама вообще ночного дожора. Воскресенску большой привет. Я первый клиент. Как быть, если парень угрожает сыну и звонит его девушка, оскорбляет своего сына и меня? Как быть, если парень угрожает сыну и звонит его девушка, оскорбляет? Не поняла еще раз. Парень, это ваш муж бывший или что? Молодой человек и чей сын? Не поняла вопрос просто. Пока не собираюсь. Я не курю, ребят. Почему так много вопросов про курение? Не курю. Метр шестьдесят четыре. Слюну проглотила, пойду салат мудить. Я хочу путешествовать на машине, думаю. Посмотрите, я смотрела эти Доры. Хочу в путешествие на машине куда-нибудь. Да на машине тяжело. Вот в Карелии клево. Может, в Карелию поедем? Так Миха постоянно зовет в Карелию. Ну вот, в Карелию я хотела бы поехать. Поехали на границе с Финляндией, база. Это в сторону Финляндии? На границе с Финляндией, база. Карелия находится? А, да. Ну это, получается, по Ленинградке, ну да, до Питера. И там с Питера до этой? А с Питера до Москвы? С Питера едут? Приезжайте в Баку. Что в выходные делать? Едем в дом отдыха. Упругую тело можно сделать только с помощью спорта. Больше ничего. Вы можете похудеть, сколько угодно, но при этом кожа не протянется. Ты что, за мной следишь? Кто вас? Нет, я пошла в это взяла. Блин, ты что? Кого? Спит, Питера можно через людей. В Серпухов приезжайте. В Карелии холодно. А что шкаф пустой? Какой шкаф пустой? Где вы видели шкаф пустой? В Грузии уже были. У нас в Карелии очень хорошо. Ксюша, как ты относишься? Ну, я не думаю, что крема для похудения работают. Есть просто крема целлюлита, который хорошо прорабатывает. Это еще можно. А так вообще, я думаю, что самое главное, что подтягивает кожу, как я и говорила, это спорт. и только спорт, и вот без этого никуда. О, наш пол. Покажи прическу. Покажи прическу. Кто ждет вас? Кто ли я была много раз? Рапунцели, ну, не сейчас еще. У них там тоже трэш творится какой-то. Этот дом сейчас мы снимаем. Он находится рядом с домом, где мы будем жить. У нас там ремонт в собственном доме. Занимаюсь тренером в спортзале. Муж сам занимается. Да нет, не доделали еще ремонт. Ребят, вообще ужас какой-то. Еще этот евро вырос, блин. Кошмар. А, я подключил тариф. У меня теперь YouTube безлимитный, Instagram, WhatsApp, все безлимитное. Да ладно. Да, 750 рублей в месяц. Слышишь? Угу. У меня же мегафон. У меня мегафон. Давайте такой же тариф подключу. И тебе не нужно будет никаких Wi-Fi, потому что у тебя будет и Instagram все безлимит. В смысле, без Wi-Fi будет Instagram работать? Безлимит, да. Безлимит, а что, каждый раз, когда я захожу в Instagram, у меня деньги снимают? Конечно, что это. У меня же единое. У меня абонентская плата, и все. Нет, у тебя интернет... Я один раз в месяц плачу. У тебя интернет не безлимит. Как только ты выйдешь за 10 или 20, или 30 гигабайт, у тебя начнется платный снова. Да нет, а-а-а-а-а. Тебе за месячную плату выделяется только 10 гигабайт. А 10 гигабайт на месяц не хватает. Мы сейчас живем в Танхаусе. Там. Тамхаус? Там. Да, я же сказала, Танхаус. А снова город. Я же сказала, Танхаус. Тамхаус. Вспомнить не могу. Русская девушка песню пела в сторис. Не знаю, что за песню. Слушайте, мы хотели до 8 марта въехать, но, естественно, это все очень сложно. Не от нас зависит. Так все, мое хорошее время. Сколько? Пол первого. Пошла я спать. Все, всех целуй. Спокойной ноль. Спокойной ноль.